Один к десяти. В таком масштабе Роман Медведев и Максим Никодов создали модель мачты связи. Над совместным с Ненецкой компанией электросвязи проектом ученики технопарка Кванториум трудились четыре месяца. Александра Литкова расскажет подробнее. Прежде чем приступить к сборке такого масштабного проекта, учащиеся класса хай-тек технопарка Кванториум изучили более 20 страниц документации и чертежей. Еще бы ведь ребятам хотелось создать мачту, максимально приближенную к реальной. Нам, получается, дали ее как чертеж. Два чертежа было. Два чертежа, да. И там было все подробно написано, под каким размером, где что должно располагаться. Ну, общая информация обращена. После этого ребята приступили к работе в специальной программе, а затем к печати деталей. Причем каждую из них принтер печатал 8 часов. Секции получались не с первого раза, потому что то принтер не хотел печатать, то размеры не подходили. И все время вот еще с уголками у нас тоже проблемы были. Да. Два типа у нас получились уголков. Так вот. Потом все исправили, поняли. Методом проб и ошибок подбирали детали. Все получилось. В технопарке Роман и Максим обучаются полгода под руководством преподавателя Александра Харьковского. Созданием мачты связи подростки занимались в рамках учебной программы в приложении Компас 3D. Все сделали так, как надо. По программе, по учебной программе мы как раз проходили программу Компас 3D. И в ней полностью смоделировали все. Освоили учебные курсы и после этого уже занимались проектом. Масштаб макета мачты связи 1 к 10. Ее создание – совместный проект Кванториума и Ненецкой компании электросвязи. Для чего такой макет нам интересен? Это для разработки дальнейших проектов. Потому что есть модель. На ней можно посмотреть, как крепить, как ставить какие-то элементы, конструкции. Учесть при дальнейшем планировании, проектировании. И мы сейчас вообще стараемся во всех наших проектах внедрять именно 3D-технологии, для того, чтобы понимать, как это будет выглядеть на участке. И потом очень легко объяснять монтажникам, строителям, как должно выглядеть. Вышка электросвязи, которая послужила прототипом для макета, находится в Нижней Пёше, Оксино и на 10-м километре Лаевожской дороги. Вот эти конструктивы. Понятно, что она не точно отражает ту деталь, потому что размеры маленькие. Но здесь можно увидеть, что она даже на балтиках собрана, на маленьких, именно так, как в жизни происходит. Ну и для нас это опыт, как для предприятия окружного, Аквантуриум, тоже окружное учреждение. И здесь вот такое взаимодействие практики, теории и современных технологий. Как отметил Владислав Песков, это не последний совместный проект с технопарком. Возможно, и другие предприятия округа заинтересуются подобными идеями.